Прежде чем Марина расскажет свое, ну у меня презентация, которая я планировала вчера по ней работать, но вчера в смысле, когда я проектировала контент, но когда у нас стало сильно больше аналитики, нам пришлось все-таки разбивать на два дня. И сейчас я постараюсь очень быстро, всегда себе мало времени оставляю и всегда задерживаюсь. Но я постараюсь. Там очень много информации, если что, часть информации остается ровно для того, чтобы вы еще досмотрели. Знаете как, вот реально, когда тема задавалась, но я понимаю, что из первых слайдов, которые будут в начале, сложно переходить именно к готовой еде. Мы говорим о том, что вот все, что сейчас мы собрали, и собрали мы по экспедиции, вот так мы предполагали делать. И вот такой результат у нас получился. Это те города, в которых мы побывали, и по результатам которых есть возможность сказать, ну, в каком же виде у нас сейчас в целом российская розница выглядит, да, моими, по крайней мере, то, что я своими глазами это увидела. И это, конечно, впечатляет. Это только те, вот вы видели наш сборник, да, это те торговые сети, из которых мы хотя бы какое-то упоминание привезли, либо какой-то постик, либо реально видео или тексты. Соответственно, вот находим по хэштегу и смотрим специальную тематику, которая экспедиция ритейл, и изучаем те материалы, которые мы собрали. Сейчас я в некоторых моментах просто подсвечу, что же я увидела и почему. Знаете, вот ключевой для меня месседж и некий вывод российскому ритейлу есть чем гордиться. Коллеги, реально, вы все такие молодцы. То, что мы сейчас видим, сделанное за последние 30 лет, это что-то невероятное. И то, что в следующем году сайт retail.ru отмечает 25-летие, когда вот спустя 5 лет мы же начали рассказывать вот такими-то маленькими блоками, новостными статейными, а сейчас, спустя вот 25 лет, ну, в следующем году 25 лет, это что-то феноменальное. И с первых же городов, когда мы стали появляться в новых-новых-новых городах, все больше и больше понятно было, когда мне, у нас же все равно, когда мы в Москве находимся, мы говорим, на периферии. Какая периферия, ребятки? Каждый раз, приезжая в новый город, приходя в новую, там, для меня сеть, я понимаю, что, боже, все тренды соблюдаются. Ну, просто в некоторых случаях, например, потребитель еще не готов воспринимать вот тот сервис и то качество, которое вы можете ему дать, но они его еще не ценят. Зачем тратить лишние деньги, если он действительно еще не ценит? Но очень многие стараются чуть-чуть выше быть, ну, скажем бы, добавлять себе какие-то в розыгры. И, соответственно, на текущий момент российские ритейлеры действительно используют лучшие наработки по автоматизации магазина строения и работают над дизайном. И вы знаете, зачастую в небольших городах, там, где есть организованная розница, облик города либо селения создается современным или несовременным, современная выставка или нет, чисто вокруг магазина или нет. Вот именно из этого и создается вот то наше российское пространство, да, в регионах, когда есть активный ритейл, активный ритейл, там, бизнес, да, на местах или нет. Это, и надо же понимать, да, если вот посмотреть «Цивилизацию Х-5» книгу, там один из первых, в первых каких-то моментах ритейл приходит в города, в селение один из первых и уходит он, последний. То есть, если все плохо, то, конечно, он уже самый последний оттуда уходит, да. Я очень надеюсь, что все-таки мы в большем количестве селений будем быть с качеством ритейла. В РИСИ появляются новые сети, и если вы не подписаны до сих пор на телеграм-канал retail.ru, то на обороте всех наших сборничков есть QR-код на данный телеграм. Подписывайтесь, я буду рада новым нашим постоянным читателям. Мы просто туда транслируем нашу новостную ленту, которая очень активна. Кто сегодня уже увидел, что «Цивилизацию Х-5» собирается до конца года 150 магазинов на Дальнем Востоке открыть? Новость уже с утра вышла. Первый магазин сегодня в Владивостоке открыт. Дальше. Да, ну, соответственно, эти интервью были сделаны по следам как раз экспедиции. Соответственно, можете также почитать, поизучать. Соответственно, конкуренция усиливается. Вчера, кстати, говорят, Павел Шевелев получал. Кстати, сегодня уже Лариса отписала, что она уже получила в Курске вчерашнюю благодарность. Все очень быстро у нас. Вроде страна большая, так все быстро перемещается. Да, в Кемерово мы были, большое интервью было, и прогулка по комбинату питания с Татьяной, да, так что тоже изучайте. Фокус на дискаунтеры. Дискаунтеры. Да, прямо специально сделаю. Есть у нас дискаунтеры в Сибири, как они устроены, чем отличаются друг от друга. Прямо изучите каждый из отдельных этих видео. Ну, прям вот. Знаете, каждый раз понятно, что я просто хожу с прогулкой, задаю вопросы коллегам. Ну, я уверена, что эти вопросы вы также стали задавать. Поэтому у вас есть возможность с моими глазами и глазами коллег, которые мне это показывали, увидеть конкретные магазины. И по поводу дискаунтеров, еще раз напоминаю, что 19 апреля в рамках мероприятия RetailTech у нас будет сессия первая в этом блоке. Дискаунтеризация в России. Мы уже там очень интересный блок собираем. Так что, если вас эта тема интересует, не пропустите. То есть зарегистрироваться бесплатно можно для всех ритейлеров и производителей товаров. Участие в этом мероприятии бесплатно. Воспитание своего покупателя. Это вот уникальные проекты с уникальным ассортиментом. Я считаю, что это то, что нужно смотреть. Добрянка сегодня несколько раз упомяну. И в конце еще дня у нас никуда от этого нет. Кто был в Добрянке? Что с вас так мало-то здесь? О, уже побольше поднимает. Должны быть. В Новосибирск ездите. Обязательно часа четыре на это надо выделить. Обязательно. Всем ритейлерам. Даже фэшн. Даже на фэшн-теме я говорю о том, что в Добрянку надо быть. Супермаркет русской кухни. 1200 СКЮ наименований каждый день выпускается. 220 СКЮ выполняется вот в этой печке. Видео есть на сайте. Значит, Броско-маркет. А где у нас сегодня? Так, я не вижу. А, приехал. Боже мой. Всех вижу. Да, да, да. Вот в Броско-маркете вчера поняла, что вообще фотографии не наделала. Потому что мы с тобой гуляли, Маргарита, и я не могла от тебя оторваться. Да, да, да. Ну, просто вот мало фотографий получилось добавить. Бахитлия в Барнауле, в Новосибирске, Калина Малина, Кемерово, Красноярск, тоже очень интересные ребята. Кто у нас сегодня? Где у нас Калина? Вот Калина Малина представляет коллеги, да. Первый семейный Южный Сахалинск, боже, никак бы не ожидал, ну, как это, было очень приятно увидеть настолько здоровские проекты. И могу только порадоваться. Где у нас первый семейный? О, да, привет вам. Вот, очень приятно было побывать в ваших магазинах. Вот, развитие собственного производства. Ну, вот это про вас всех, да. Вы знаете, вот слайд «Работаем с едой, думаем о людях». Это снято в Перми. Так, подскажите мне коллеги, как правильно сейчас называется проект. То есть, семья была куплена лентой, и, соответственно, у них фабрика кухни остается. Ну, вот, соответственно, на их фабрике кухни, самой крупной, очень много хорошей визуализации на фабрике кухни. Вдохновляющей, яркой. Если что, посвячитесь мне, я еще немножко вам фотографии покидаю. Просто мне хотелось бы, чтобы, когда мы ходим по фабрикам кухни, были еще какие-то мотиваторы для нас, не для нас, для вашего персонала. Потому что нужно людям вдохновение на местах. И я понимаю, что пока вы занимаетесь операционными моментами, но каждый день люди же на работу ходят. Так важно, чтобы были все моменты соблюдены для них. Очень хороший проект. И я знаю, что Ксения Новикова в том числе там принимала большое участие именно вот в таком оформительском моменте. И уникальность покупателей от региона к региону. Боже, как это стало заметно, когда ты едешь вот один за другим, и ты видишь, как это все меняется. Дискаунтеры в Сибири одни, дискаунтеры в Дальнем Востоке вообще другие. И это тот момент, когда, вот видите здесь, вы же, наверное, не все поняли, милона это мороженое, а в заморозке же лежат сырки. Где вы в центральной полосе увидите такую историю? Да нигде. Не хранят у нас в центральной полосе России сырки в морозильнике. А на Дальнем Востоке это практика. Привычная и понятная. До сих пор еще на Дальнем Востоке не могут освободить холодные полки от яиц. Насколько я понимаю, яйца там тоже до сих пор еще в холодильниках хранятся. У нас в центральной полосе уже привычная история, что холодильники не заняты. Ну это же дорогое удовольствие яйца в холодильнике хранить. Поэтому вот такие вот моменты очень надо знать. И действительно федеральным игрокам зачастую сложно. Ну развитие СТМ. Причем, что интересно, сейчас наблюдаю вот это. Когда готова еда, работала себе рядышком, своими там брендами. А сейчас смотрю, лента активно объединяет это все в СТМ. Другие коллеги вот как бы уже объединяют, стратегию едино объединяют. Это все очень интересно. Нас, кстати, в рамках экспедиции очень хорошо поддержала компания Ассоциация Другерсоюз. Очень было приятно тоже, что они нас в этом поддержали. И отдельный момент, вот прям почитайте кейс торговой сети Европа на тему того, как ивент-маркетинг развивает покупателя именно знакомя со своей продукцией. Они это делают уже регулярно, белые вечеринки. Ну то есть вот прям интересно. Вот они меня вчера как раз ругали, что я не могу никак не попасть на мероприятие вот на это. Ну вот будем как-то так делать, чтобы экспедицию заодно у них там сделать, и покататься по городу, и заодно побывать на их мероприятии. Рекомендую. Это очень важно. На самом деле вот эта история взаимодействия со своими покупателями, вы же знаете их по чекам. Пригласите конкретно тех, которые регулярно у вас. Или дегустацию вместе устроить, да? Вот ту специальную дегустацию для самых любимых покупателей, да? Сотрудничество с медными производителями. Shop and Shop, предоставление площадей в магазине, выделение на полке, сотрудничество с ассоциациями. И это вот, в данном случае, вот Хабаровск, вот уже в день вылета обратно, это уже завершение было нашей экспедиции, я вот попала как раз на тот момент, когда сделано на Дальнем Востоке, открывалось в одном из Самберя. И вот одна из, это то, о чем я в том числе говорю, что когда мы прилетели, приехали в Красноярск, по всему городу мы встречали вот такого рода плакаты, когда на одном плакате находят, ну вот баннеры, на котором вот эта еда делала местное, активно промоутировалась, и, соответственно, там находится и Красноярск, и Оле, еще командор, но там все еще другой. Но в любом случае, это та история, которая продвигает конкретно местный регион, и это очень для меня, вот, знаете, вот хорошо, потому что в этом случае вы все-таки, ну, как говорится, боретесь за свой регион, за своего покупателя, своими силами и продвигаете все-таки местных, это здорово. И, ну, конечно же, главные люди. Вот здесь я с разными коллегами, тут Новосибирск, тут и тут Улан-Удэ, и, конечно же, вот такие фотографии, когда, вы знаете, вот это, я говорю, когда я людей не узнаю в этих белых халатах, да, Ольга Бочебарова, Светлана, коллеги, там, Рита с коллегами, вот, в Сандере, ну, вот видите, там такой еще Балуев на заднем плане, вот, это все атмосфера, атмосфера, еще раз, атмосфера, очень приятно, конечно, бывать среди таких вовлеченных людей. Да, соответственно, информационный след у нас на сайте есть специальной тематики, еще раз повторяю, туда все грузится сейчас, и изучайте, погружайтесь, изучайте и разбирайтесь, задавайте мне вопросы, пожалуйста. Ну, конечно, все не отразили в материалах, наверное, вот каких-то вещей. Вот вчера, вот как вы, Кейси, задавали вчера вопросы, да? Вот мне таких вопросов иногда не хватает. Вот этих вот глубинных, которых вы видите, а я нет. Ну, вот мне вот, нам они нужны. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, по мере возможности будем стараться отвечать. Спокойно спишите в личку или пишите буквально на наш телеграм-канал, там, кладете ссылку, а вот здесь вот как? Ну, ответим, постараемся. Так, экспедиция, мы стараемся, мы начинаем подготовку следующей, мы уже в процессе, я не могу объявить еще точные даты и все прочее, но работаем над этим. Соответственно, если хотите сами повлиять на то, какие города у нас тоже будут, ну, проявитесь. Вот прям проявитесь, ребят. Ну, вот я понимаю, что в некоторых случаях мне приходилось буквально там за сутки до приезда в определенный город, ну, сменился у меня маршрут, меня подхватывал директор торговой сети, а на некоторых случаях я отказывалась одного из городов, когда мы в течение там нескольких недель пытались достучаться до коллег, но они не откликались, ну, мы меняли город, ну, что же делать. Вот, а соответственно, вот в этих городах по плану, вот это надеемся, что в этом году мы постараемся успеть, посмотрим. И теперь уже понятно, что у меня не так много времени осталось, но 5 минуток, я думаю, еще и пройдем. Основные слайды, по которым чуть-чуть пройду по поводу вдохновения. Вообще, я использую сейчас такую презентацию на наших мероприятиях, например, World Food. На World Food мы будем делать опять тему готовой еды. Если для вас, кстати, это важно, то конец сентября, если вы реально хотите на эту выставку попасть, и, скажем так, если вы меня прогрузите, в том числе информация, еще захотите о чем-то сами рассказать, то вот имейте в виду, что по плану в конце сентября один из дней мы посвятим темой готовой еды. Вот. Имейте в виду. Вдруг присоединитесь. И тогда мне будет чуть-чуть легче ее собирать. Ну, я точно ее буду делать, поэтому начнем с Москвы. Вот те, кто завтра поедет, например, в Глобус. Я, знаете, вот я вчера не просто так про завтраки в очередной раз говорила. Вот один из самых концентральных историй по завтракам – это Глобус. И это вот то, чего я точно рекомендую всем внимательно смотреть. Они меня приучили. А, кстати, недавно вообще была ситуация. Я в своем городе катаюсь на машине и нигде не могу припарковаться, чтобы пообедать. Ну, как-то так я выехала из дома, и мне вообще домой возвращаться не получалось никак. Я то один разговор, то другой. В какой-то момент, все понятно, еду в Глобус. Потому что там есть точно парковка, и я точно знаю, что я выберу любую еду, которая мне интересна. А по поводу завтрака – это вот мы выезжали в Казань, в 6.50 мы стартанули, и, понимая, что в 7 утра точно уже там все накрытие есть, мы пошли завтракать туда. И вот, что я увидела. Это утро. Кстати, вот здесь объятие, один из тех кадров, которые я очень люблю. Вы видите здесь, сколько сервиса одновременно? Все под рукой. А пакеты знаете, какие большие? Без вариантов наложить надо столько, что прям уже невозможно. Два дня потом доедали. Ну и вот все вот это, да. И, кстати, в месте дешевле минус 25% завтрака, они оставляют вот эти упоминания, не убирают их с утра. И получается, люди постоянно знают о том, что завтракать там точно можно. И я вам могу сказать, что мы еще на очередь постояли в 7 часов. Причем это было 8 марта. 8 марта, нерабочий день, мы постояли очередь в 7 утра. Работаем. Да, еще вот такую картинку покажу. Красиво, правда? Вон там. Так, ну все позавтракали, я надеюсь. Вот эта красота. Вы стали сомневаться. Да, вот эта красота неописуемая. Вот эти, кстати, круассаны с семгой, ну с красной рыбой. Вот, в принципе, это вот каждый раз, если я их вижу, я их покупаю. Ну невозможно купить. Вот, да. Кто там нам вчера про яйца говорил, что как это дома не сварить яйца? Вот, пожалуйста. И пока у них указано, у них, если не ошибаюсь, даже сколько минут. А, вот, время варки 10 минут. Видите сервис? Я такое не люблю. Поэтому я не куплю. Вот интересно, появится ли время варки, сколько там, 7 минут, да? Вот, чтобы оно вот такое осталось. Я не удивлюсь, что скоро появится, потому что, ну вот, они могут. И вот типичная история каши. Кстати, обратите внимание, вот видите эту картинку? А вот там, где мы будем, если все нормально и завтра вы пойдете, там вот для меня, например, неудобные кастрюльки, потому что там надо эту крышку снимать и откладывать. И для меня это фуги. Вот, вот, потому что поверхность, на поверхность надо ставить, там не на что поставить. Ну, понимаете, да, меня как хозяйку, вот, для меня это вот как хозяйка. Вот, ну, это к вопросу, когда вы выбираете оборудование, вот это вот самый удобный формат. И все видно. И да, вот это капельки, они мне не мешают. Но и удобно очень. И вы видите еще, что масло отдельно стоит. Раньше у них масло налито было поверху. Вот так разгоняешь, выгружаешь, но все равно масло много попадает. А тут они теперь стали отдельно делать. Очень удобно. Вот. И сейчас побежим быстрее, потому что вот все эти, все комментировать не могу. Но вот это в Добрянке, вы знаете, это вот то, почему-то я этого практически ни у кого не вижу объяснения, что такое газ-модифицированная среда и почему это безопасно. Я не понимаю, почему. Если вы думаете, что все об этом знают, то нет. Просвещать своего покупателя надо. Этим надо заниматься. Ну, вот здесь понятно, что они еще очень сильно же на свежесть, да, нацелены. И вот здесь они, может быть, в какой-то мере, ну, им сложно еще на эту историю переходить, но у них все сделано для того, чтобы объяснить людям, почему. Не надо этого стесняться, надо этим работать. Я, видите, прям сразу с технологического склайда. И еще один момент, вот тоже про описание. Ну, вы знаете, те, кто был, знаете, что они на эту тему очень много. И это к вопросу о том, что уникальный продукт. Боже. Вот без этого я не уезжаю из Новосибирска. Я покупаю. Ну, там еще короткий срок годности, ну, ты не можешь этого много купить. И эта история зачем возвращается. Это тот уникальный продукт, которого ни у кого нет. И Людмила Анатольевна, которая практически каждое, вот я ее слову, уникальное, я не знала, как даже остановить ее, потому что практически каждый продукт, который она там трогала, это уникальный продукт был, да. Вот. Ну, вот это одно из то, что прямо, ну, понятно, и принять, да. Вот это упаковка. Вы смотрите, как красиво, да. Берем и идем. И это не простая белая тарелка. Это тарелка как бы с красотой, с посылом. И это тоже то, на что нужно обращать. А вы посмотрите, что рядом с блинами находится. Узвар, напитки, которые остается только залить и пить. Опять же, все комплексно. И это все детали. И это все технология. И это то, вот так, как вот, я это вижу на каждом шагу, вот когда я в магазине, или не вижу. Вижу, или не вижу. Да, в данном случае вижу, ну, потому что я с вами делюсь вот этими моментами. Но, это же, и самое-то интересно, когда мы с Людмилой Анатольевной вроде вот таком накрученном еще находим чего-нибудь, где можно что-то улучшить. И это вот вау. И это вау. И самое главное, что они сразу же под запись еще отчитываются, что что-то изменили. Ух, как неприятно иногда. Ну, просто такие вот, это уже насмотренность и у нас, и у них, ну, понятно, мы позаботились о вашем вкусном отдыхе. Можно же просто было написать мясо для вас, нам, но сделали другая, верхнеуровневая задача. Про позиционирование, да, про отстройку, про сервис. Об этом вы сегодня также еще в вечернем формате очень многое будете говорить. Ну, настолько сколько. А, и вот, где у нас там Светлана? А, вот, Анна. У вас этих фотографий не было? А, у меня есть. Да, это командор Олея в Красноярске. Ой, слушайте, я в тот день две упаковочки взяла. Но, потому что мне идеальный вариант. Зачем мне большой арбуз? Когда я одна, мне нужно было взять, вот, съела вот это. И самое главное, что очень много вроде как запретов, но ребята нашли возможность, как сделать так, чтобы это было. Популярно? Вы, по-моему, даже скидку не ставите, да, вечернюю, потому что не надо. Иначе будут дожидаться вечерней скидки. Да, и вот таких вот моментов. Еще, да, из Бегемага. Тут два момента. Ну, слушайте, как можно о себе рассказывать? Всего лишь сделать вот эти медальки со своим логотипом. Делайте так. Ну, согласитесь, что это не сложно. Делайте так. Делайте. Это, знаете, это вот история про, опять же, про проявленность. Простая решение. А ну, кофе с настроением. Боже, вы посмотрите, вот это все, вот эти бегемотики ездят по городу. Их много. Они заметны. Реклама на ваших грузовичках чистенько, аккуратненько, она всегда должна быть. Всегда. Потому что она у вас фактически, она не стоит больших денег. Но привлечение внимания к тому, что вы там, в этом городе есть, вы однозначно получаете очень хорошее. И вот еще один. Не трогай руками, пользуйся щипцами. Сердечко. Боже. Я понимаю, что у вас очень продуманный вот в этом плане брендинг. Ну вот такие вот вещи и улыбочка вот эта ваша, наша кухня, да, там очень, очень хорошо. Дальше мы также Кемерово, Калина Малина. Везде ли, ну не везде это можно сделать, но я считаю, что книга заказов в случае, когда, вот кто-то нам сговорили, торты, которые можно дорисовать для вас, да. очень многие даже не знают об этой возможности. А я точно помню, что в одном из магазинов при мне буквально сгребли верхушку, то есть человек подошел, он знает, что такой сервис есть, он просто подошел и сказал, что мне нужно, чтобы надпись была вот такая. При них буквально взяли, сделали для нее тот торт, который ей надо. И просто дорисовали сверху слой крема и написали в итоге как надо. Хорошие решения, почему нет? Вот тебе и персонализация, вот это ради чего будут люди приходить, да. Вот. Ну и так далее, и так далее. На самом деле, сейчас действительно мне уже нужно бежать. У нас тайминг. Вот. Я предлагаю, на самом деле, ну вот сейчас на каждом шагу уже останавливаться не буду. Кто у нас там из Ленда вчера был? Вот эти фокаччи, они были просто волшебные, невероятно красивые, очень привлекающие внимание. Еще вот эта история, они делают фруктовые тарелки. Кто делает фруктовые тарелки? Мы понимаем, насколько, ну это трудно, да. Вот. Соответственно, здесь и фруктовая тарелка, и смузи рядышком. Смузи были просто потрясающие. Тоже вот, ну прям вот видно подход. Ну вот тоже Ленд, вот фруктовые упаковки. Вот. Это у нас спутник Улан-Удэ, кто у нас оттуда. Были коллеги в регистрациях, соответственно, тоже. Ну да, но все еще такой, редко вижу такой вот активный подъем, трехуровневый, очень вкусно. Невозможно тоже пройти. И вот такие, и еще, это, например, Хабаровск. Просто на входе в магазин в раз-два стоит чайник, который уже заварен, вам остается только налить, заплатить. Сколько там? 45 рублей. Приятно. И дальневосточный. Опять же, про место. Вот. Еще вот это у нас, да, это Южный Соколин первый семейный. Это, по-моему, рядом с вашим офисом. Я фотографии делала. Тоже еще один из сервисов завтраков, да, то есть еще один пример завтраков. Очень, ну я в тот момент уже была не голодная, но уже почти готова была что-нибудь взять. Потому что, ну вот оно, все подсказано очень хорошо, семейный шеф и тоже проявленность, да, вот того, что это может быть. Это Петропавловск-Камчатский Агротек. Очень хорошая витрина. У меня еще есть фотографии из них, но вот это, наверное, одна из самых ярких, вот с точки зрения того, что они это сэндвичи делают, и вот настолько это все видно и настолько похоже. Так что очень тоже, ну, хороший пример. Быстрее, чем Бестро. Все, вот такой хороший посыл, подсказки тоже есть. Хабаровск-Камбар, посмотрите, здесь вы можете разогреть еду. Все в одном. Это дискаунтер. Дискаунтер, коллеги? Дискаунтер. Но столько сервисов дополнительных сделано. Еще один Хабаровск-Березка. Мне каждый второй, когда говорила, куда еще сходить, кроме Броскомаркета и коллег-Камбар-Березка, всего, по-моему, три магазина? Три? Да. Сумасшедший ассортимент, у них фактически ресторан-магазин. У них выше среднего, они работают в сегменте выше среднего. Очередь. Вот интересные салаты. Рекомендую очень, все практически, что попробовала, безумно вкусно. Ну, вот Броскомаркет, пекарня Броскомаркет. Ну, красота. А дальше следующий шаг. И опять фотография, не могу мимо пройти. Проявлено, с на сливочном масле. И вот это, и вот это. А, дегустация. Вчера про дегустацию не поговорили. Ну, не просто дегустация, а продажа. И вот тоже. Один кадр. Сколько сервисов на глазах? Сразу. Легко открыть пакет. Ну, вот эти все мелочи дорабатывать, конечно, непросто. Просто Броскомаркет в этом плане, кстати, доработан по мелочам просто безумно. Ну, и понятно, выкладка всех вот этих нарезок замечательных. Так, ну, на этом мы здесь остановимся. У меня, естественно, такие фотографии много. Я вчера каждый раз, вот каждый кадр думала, брать, не брать, брать, не брать. Ну, я же понимаю, что я точно перелимечу по времени. Я вдохновляюсь вашими магазинами, когда я гуляю по ним. Я очень хочу, чтобы таких вот фотографий, когда мне каждый раз телефон только усиливает, а подниматься, чтобы их было больше. И в очередной раз пожелаю, чтобы было чем вам делиться с нами, было у кого обмениваться опытом. Ездите друг к другу в гости. Я знаю, что Хабаровск, регулярно Новосибирск летают подзарядиться, да? Вот, и сейчас мы уже продолжим с аналитикой, вот после всех этих красивых картинок. Ну, и давайте будем уже продолжать нашу конференцию. Спасибо большое. Спасибо.